МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять минут о главных событиях. Здравствуйте в эфире новости Тольятти в студии Иван Шумид. В детском лагере «Радуга» стартовала кадетская смена. Она торжественно открылась традиционной игрой в зорницу. Здесь почётные гости, герои России, ветераны боевых действий, ученики кадетских классов. Все они в ожидании торжественного открытия очередных военно-спортивных игр «Зорница». Каждый день с ребятами занимаются наши партнёры, друзья. Это военно-патриотические организации нашего города Тольятти. Это ветераны боевых действий. Учит их добру, учит их история России, учит их каким-то навыкам военным. «Зорница» – это игра на сполочение, чтобы пройти все станции и оказаться на первом месте. Каждой команде необходимо работать слаженно. На каждом этапе фиксируется время выполнения и допущенные ошибки. Мы очень рады, что мы попали именно на кадетскую смену. Все старались попасть, но, к сожалению, не все успели взять путёвку. Но в следующий раз, когда начнётся ещё кадетская смена, постараются все, почти все до единого. На этот раз за победу соревновались три кадетских взвода. Ребят ждали несколько станций. Среди них сборка и разборка автомата, оказание первой помощи. Таким образом накладываем, 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 и потом мы застёгиваем. Для детей это же есть повод самореализоваться, проявить себя, проявить отрядную сплочённость. То есть группы, их классы, их кадетские и юнормейские отряды будут соревноваться. Это же благое дело, это хорошее дело. Благодаря таким военно-спортивным играм молодое поколение знакомится с азами военного дела, учится работать в команде и преодолевать препятствия, используя знания и смекалку. На примере Зорницы хорошо видно работу по патриотическому воспитанию молодёжи в городе Тольятти. Что я чувствую? Радость. Я радуюсь, что молодёжь наша не отстаёт. Это говорили потерянные поколения. Никакого нет у нас потерянного поколения. У нас дети как дети. Иван Шумилин, Евгений Черёмин. Новости Тольятти. Счастье ребёнка в семье, а счастье семьи в детях. Телеканал Тольятти-24 продолжает серию репортажей о детях-сиротах, которые мечтают обрести родителей. Сегодня мы познакомим вас с Ангелиной. Она похожа на настоящую дюймовочку. Маленькая, хрупкая, нежная девочка с добрым сердцем. И очень красивым именем. Знакомьтесь, это Ангелина. Ангелина у нас уникум. Девочка очень интересная, девочка неожиданная. Ангелина у нас, вы знаете, вот такой какой-то нежный цветочек, который хочется оберегать. Она такая тёплая. Судя, глядя на Ангелину, чувствуется, что ей не хватало любви. И вот как маленький котёнок. Она сочиняет стихи, танцует и занимается вокалом. Никогда не сидит без дела. И каждый новый день раскрашивает яркие краски. Я рисую, я пишу письма на фронтах. Я пою, я танцую. У вчерашних мальчиков гимнастёрки новые и письмо от мамы с собой. Не все предметы в школе Ангелине даются легко. Но девочка очень старается. Стремится наверстать упущенное. Скорее всего, были пропуски. И сейчас мы наверстываем. Но молодец. То есть каждая её победа, каждый шажок для неё – это победа. Она старается тоже запоминать. Дается порой нелегко. Но молодец старается. Старательно. И понимает, что ей это нужно. Что, как она всегда говорит, это моя жизнь. Мне жить, мне стремиться. Я хочу победить свою жизнь. Несмотря на все жизненные трудности, с которыми пришлось столкнуться, Ангелина сохранила в своём сердце любовь и доброту. Она верит, что где-то есть люди, которые смогут подарить ей настоящую, любящую семью. Окружат её заботой и вниманием. Я мечтаю попасть в приёмную семью. Почему? Ну, приёмная семья – это как бы хорошо, честь твоей семьи. Она всегда проговаривает, что я хочу в семью. Вот не всегда дети об этом говорят. А Ангелина говорит, я хочу, чтобы меня увидели, чтобы меня услышали. И вот этот её посыл постоянный, вот она вот, меня увидели, меня услышали. Ангелина мечтает о домашнем уюте, большой и дружной семье. А ещё девочка хочет открыть для себя новые страны и города, познакомиться с интересными людьми. И обязательно найти своё место в жизни. Узнать о том, как стать родителями Ангелины, можно по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Наталья Лопатина, Андрей Костомаха. Новости Тольятти. Ещё больше новостей на нашем сайте tvtoliaty24.ru и в социальных сетях телеканала «Тольятти-24». На этом выпуск завершён. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова